всем привет друзья комрады с вами снова я белокопатель и сегодня я хотел бы немножко остановиться на том откуда же берутся находки и стоит ли вообще копать вдоль дорог собственно к этому меня подтолкнули не два комментария от комрадов под видео как правильно искать монеты на старых дорогах вот если вы перейдете на мой канал найдите вот это видео и посмотрите и под ним вот владимир цапков оставил такой комментарий 12 лет в полях и парках но дороги никогда не бил с телеги брички монеты и кошельки не падали допустим дырявый карман но это в начале пути только выехал с дома населенного пункта монеты сыпались по дороге с интервалом но не в середине пути разве что случайно можно нарваться на привал но это если расстояние большое населенных пунктов и корчмы нет это супервезение и ради него можно впустую изрешетить не один день в полях тут я ему даю ответ и далее еще теряли в жилищах или около кабаках базарах но не посередине дорог и также евгений сидоров добавляет свой комментарий в старину люди бережливее были и все страховали чтобы с телеги не упала наибольшее количество находок в местах где делали привалы на отдых и ночлеж ночевку а такие места имели привязки к родникам колодцам водопоем скотам низинам там почва влажнее и трава лучше росла вдоль дороги или поперек искать это пустая трата времени это вид поиска можно начинающим и рекомендовать пока они глупые радуются как дети на этом какая ну собственно спасибо владимиру и евгению за их комментарии за их мнение у каждого человека может быть свой взгляд и свое мнение я с этим мнением не согласен сейчас я вам немножечко просто расскажу то есть люди здесь вкратце говорят о том что лучше конечно искать там где были и жили люди но и мы говорим о том месте я в предыдущем видео сказал что идеально конечно место где жили люди бывшие деревни второе по количеству и величине находок это именно дороги тут люди как бы может быть просто вообще не искали никогда на дорогах и не придавали этому значения просто понятно что люди были бережливее я сейчас вам хочу обратить внимание вот например на те находки это как и складами да когда человек закапывал клад надо понимать что он не собирался его закапывать на долгое время это было лишь способ сохранения от пожаров от грабителей утаить как бы спрятать и сохранить на небольшой промежуток времени своего вот богатства потому что банков не было и прятали куда-то вот в землю и естественно люди прятали так чтобы можно было его достать этот кладь то есть никто не собирался к нему то есть каждый наоборот собирался к нему вернуться но в силу каких-то причин там неприятностей каких-то и теряли возможность либо физически вернуться к этому кладу поэтому эти клады и остаются до нашего времени также и с потерянными находками на дороге есть огромное количество находок вы просто можете даже сами обратиться к своей памяти до к своему личному опыту сколько вы теряли всего в жизни просто случалось ли с вами что-то терять не говоря о том что монеты да потому что мы кладоискатели ищем не только монеты и не только монеты нам как бы интересно да поэтому есть вещи элементы одежды еще другие вещи о которых мы сейчас я поговорю которые просто непосредственно теряются и мы даже это не замечаем то есть если мы сосредоточимся и всегда будем как бы стараться сохранить свои деньги это не говорит о том что вы за свою жизнь не теряли какие-то вещи вот например поговорим о такой вещи как пуговицы да пуговицы это элемент одежды которую можно потерять незаметно у вас ниточка на которой крепился эта пуговица износилась и какой-то момент просто вы даже не замечаете что пуговицы потерялись это один из вариантов потом можно зацепиться где-то неудачно за ту же телегу о которой вот ребят в комментариях говорят и просто у нас появляется находка такая да как пуговицы потому что мы понимаем что одежда все-таки во все времена и имела элемент такой как пуговицы соответственно у людей пуговицы были пуговицы терялись далее по 2 по численности и вообще ну тут можно говорить что что-то первые что-то больше это вот элементы те которые кладоискатель называют конина то есть элементы конской упряжи всевозможные опять же невозможно за ними уследить потому что элементов если вы наберете в яндексе там картинку до старой упряжки какой-нибудь то поймете какое огромное количество на упряжи этих элементов на всех частях и соответственно также они привязывались пришивались где-то там через ремень продевались вот но естественно также все это протиралась в ходе эксплуатации и терялась причем естественно никто кто что-то теряет он не хочет это потерять но это происходит естественным путем за всем не уследишь это второй элемент третьим элементом этого всевозможная религиозная атрибутика то есть крестики иконки складни и всего прочего обычно это если это носилась там не кармане которую допустим он никогда у вас дырял не бывает на веревочке то также веревочка протиралась помните сколько вы теряли допустим хоть раз в жизни крестик было и бывали наверняка у многих такие случаи когда естественно то опять же не хочет потерять крестик но веревочка трется или рвется цепочка да и происходит потери еще одна еще один вид того что можно потерять незаметно следующий элемент это перстни опять же всевозможные перстни как мужские и женские также не всегда подогнанный перстень по пальцу он соскакивается руки незаметно даже во время работы у меня имеется личный опыт нахождение даже золотых казалось бы ценных максимально ценных перстней не перстней верные один перстень и кольца которые были найдены просто в поле то есть человек работал возможно на этом поле может быть просто передвигался может быть да совершил какой-то там привал но кольцо он потерял и при том что потерянное кольцо и монеты и вот крестики и прочие находки их довольно таки проблематично найти как раз таки они маленькие если мы упали в землю допустим еще если это во время распутится то в этот момент его уже практически невозможно выловить без металлоискатель да даже и в землю но зачастую вот эти все пуговицы элементы конина крестики и перстни это все теряется незаметно от вас то есть вы вспомните об этом только когда уже дойдете до пункта назначения и обнаружите что у вас совершилась такая потеря вот это у нас уже получается четвертый элемент только лишь представьте сколько всего можно потерять пуговицы вот из этих четырех элементов и это надо сказать что вот здесь для примера приведена кучка находок кладоискателя да эти основные вот эти вот теряшки они составляют основные находки собственно кладоискательне зависимо от того где бы он не искал собственно то что на людях находим находилась надетом да на их одежде на теле в карманах собственно вот это все и терялось поэтому говорить о том что на дорогах ничего нельзя найти как бы люди бережливые были то это на мой взгляд идти против логики далее я вам просто математически теперь сколько у нас может быть находок да математически приведу небольшой пример что если у нас есть допустим парочка деревень здесь у нас вот вот у нас есть поле которым пролегала дорога дорога между двумя деревнями да в одной деревне у нас было допустим 30 жителей это опять же если возвращаться к списку сейчас я где-то мне был открыт список наверное закрыл но неважно то есть если вы по списку посмотрите то там вы поймете сколько жителей жила до деревнях можете определить и здесь допустим на 20 это это очень маленький потому что допустим там было 30 может мужского населения там 20 женского но даже допустим мы две маленькие деревни где у нас жило 30 человек и 20 человек то есть в сумме это у нас дает 50 теперь вы представьте что есть такая вероятность что один человек до год теряет против своей воли какую-то одну находку то есть у нас получается что 50 находок в год будет потеряно на этой дороге то есть люди передвигаются взад вперед и хотя бы за год у них там пуговицы перстенек еще какая-то монетка 1 пусть даже самая маленькая теряется против их неволе то есть у нас уже за год один год у нас уже 50 находок и соответственно мы теперь можем буквально элементарный элементарно прикинуть если эти деревни у нас 50 умножаем существовали 200 нет вот у нас 10000 за 200 лет 10000 10000 каких-то будет находок да я не говорю о том что это будет все монеты это может быть и перстни и крестики и всего прочего 10000 предметов потеряно на этой дороге за 200 лет вот такая нехитрая статистика причем одну в год одну человек теряет потеряшку он по этой дороге между двумя деревнями и ну допустим это средне да они не все двигаются но кто-то двигается чаще то есть они ходят там передвигаются это 365 дней в году до 365 дней за 365 дней ему надо потерять всего лишь одну один элемент какой-то один единственный который впоследствии вот вы должны понять насколько насыщена будет даже такая дорога между двумя деревнями и это все происходит помимо их неволе то есть естественно человек не хочет терять находки то есть потеряшки еще также скажу вот тут у камрадов приводилась комментарий пример телеги и брички но вот подобные деревни до с расстоянием там допустим 200 300 метров там 400 допустим между деревнями то есть я не думаю что люди в те времена были настолько оснащены телегами и бричками чтобы постоянно двигаться зачастую по этим дорогам ходили просто пешком и в этом процессе терялись поэтому друзья я думаю что просто у камрадов прописал эти комментарии возможно не было опыта потом также хочу добавить для начинающих будет полезно понимание вот этого числа до возможности сколько можно всего найти также замечу на это число хочу обратить к тем камрадам которые пишут что здесь все выбито вот если поле это не пашется туда его можно вершки все выбить но все равно в земле еще остаются находки и если у нас это поле пашется то это постоянное рандомное переворачивание земли но постепенно постепенно выдает как из рога изобилия вот эти находки где-то в этой части перепахали то есть перепахивается все поле в этой части выскочили в этой части в этой части выскочили находки постепенно постепенно земля будет отдавать их наверх и наши камрады коллеги будут их собирать но общее количество может быть на самом деле огромное просто металлоискатель не так глубоко берет и не добивает до нижних слоев впоследствии при перепашке они выходят наверх надеюсь начинающим камрадам это видео будет полезно кто искал и имеет опыт поиска именно на дорогах систематически тоже я буду рад если в комментариях добавить и расскажите сколько всего интересного вы находили потом опять же то есть что одна монета которая в старину была самой простой и самым дешевенькой в настоящее время может быть редким как раз таки раритетом стоящим огромное состояние такие случаи тоже бывают поэтому не все что не все то золото что блестит грубо говоря не все те монеты есть монеты медные которые стоят гораздо дороже золотых вот это тоже понимать что человек в свое прошлое время мог не так сильно ценить данную монету сейчас она стоит уже больших денег именно из-за своей редкости на это тоже стоит обратить внимание поэтому друзья добавляйте что вы думаете по этому поводу в комментариях не забывайте подписываться заходить в нашу группу контакты поиск вам найдете если захочете ссылка есть в описании и также подписывайтесь на канал куда искать или белый копатель зайдете в плейлисты кому интересно особенно начинающим и посмотрите плейлист советами по поиску и по работе с картами очень много полезной информации советами более 57 уже видел а на сегодня это все с вами был белый копатель всем удачи всем пока